МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Гаражное амнистие. Кто, кому и сколько должен? Разбирался Валерий Седов. В поисках утраченного рязанские полицейские вышли на след очередных телефонных мошенников. Колорист и цветовик в Рязанском художественном музее презентовали уникальные работы Петра Буткина. В Министерстве имущественных и земельных отношений Рязанской области сегодня говорили о вступившей в силу так называемой гаражной амнистии. Эта тема стала главной. Плюсы и минусы федерального закона изучал Валерий Седов. С 1 сентября начала действовать так называемая гаражная амнистия или 79-й федеральный закон. Говоря простым языком, упрощенный порядок оформления права собственности на землю под гаражом. При этом выкупать ее у государства или муниципалитета не нужно. Ее получают бесплатно. Закон уже вступил в силу. Здесь есть свои ограничения. Во-первых, объект должен быть построен до введения в действие градостроительного кодекса. Это получается у нас декабрь 2004 года. Он должен быть отдельно стоящий, удовлетворять признакам капитального строения, потому что под гаражную амнистию у нас не попадают ракушки, не попадают ни капитальные строения, не попадают, скажем так, объекты капитального строительства, которые расположены в многоквартирных домах, которые расположены в нежилых зданиях, то есть подземные парковки. Все это не попадает под гаражную амнистию. Впрочем, за три месяца действия закона в Рязанской области было зарегистрировано лишь три объекта собственности. С некоторым удивлением констатировали на совместном совещании. В повестке значилось шесть вопросов, но именно гаражная амнистия стала главной темой дня. Подразумевается оформление земельного участка через органы местного самоуправления, то есть нужно предоставить схему размещения земельного участка, предоставить ее в органы местного самоуправления. После того, как она будет согласована, подготавливается технический межевой план, и также через администрацию подаются заявления на постановку и регистрацию земельного участка и объекты капитального строительства. Процедура универсальная. Сразу на учет ставят как землю, так и объект капитального строительства. Выгода очевидна. Недвижимость можно узаконить, а после распорядиться ею по своему желанию. Продать, подарить, оставить в наследство. И уж точно не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, собственники получат компенсацию. Гаражная амнистия будет действовать до сентября 26-го года. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанцы могут проверить свою финансовую грамотность на сайте Банка России. Для этого есть специальный раздел, где нужно ответить на 30 вопросов. Как проходит финансовый диктант Герман Гущин. Всероссийский онлайн-зачет на знания в области финансов. Акция, популярная в России. Проходит уже четвертый год. Для проверки своих знаний вам нужно ответить на несколько вопросов. Причем в этом году можно поучаствовать не только одному, но и вместе с друзьями и коллегами. Вопросы разбиты по блокам. В каждом блоке 3 от 3 до 5 вопросов. Вопросы, блоки такого рода. Ценные бумаги, микрофинансирование, страхование. У предпринимателей есть темы, связанные с господдержкой, с осуществлением разных видов инвестирования. Банковские операции, система быстрых платежей. Вопросы, связанные с финансовым мониторингом и валютным контролем. Тестирование разделено на два уровня сложности. Первый – это базовый, для тех, кто только начинает разбираться в финансах. Второй – для продвинутых, умеющих хорошо плавать в море всевозможных финансовых продуктов и услуг. В специальном разделе сайта Центробанка можно ответить всего лишь на 30 вопросов. Время прохождения – ровно 1 час. Индивидуальный зачет можно сделать несколько раз. Количество попыток не ограничено. Чтобы получить свой именной сертификат, нужно ответить всего лишь на 20 вопросов. Статистика, которой мы обладаем на вчерашний день, говорит о том, что уже порядка 12 тысяч рязанцев приняло участие в личном зачете. И по предпринимателям там чуть меньшая цифра, но тоже в положительном направлении история движется по сдаче зачета. Если вы отвечаете неправильно, то получаете анализ своей ошибки с рекомендацией и дополнительным обучающим материалом. Так что ни одна ошибка не останется без пояснений. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности продлится до 18 декабря. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» может оказать значительное влияние на ход пандемии по всей планете. Об этом говорят во Всемирной организации здравоохранения. Однако на данный момент информации недостаточно. Впрочем, основные симптомы «Омикрона» уже известны. Признаки заболевания новым штаммом коронавируса – выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Эти симптомы могут сопровождаться типичными для коронавирусной инфекции поражением легких и других органов. В настоящий момент данных об особенностях проявлений, вызванных «Омикроном» немного, однако со временем их должно стать больше. Сведений по симптомам у детей сейчас тоже мало, однако медики обратили внимание на то, что у них, помимо вышеперечисленных признаков, на 15% чаще проявляется сыпь. Новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили в Африке в конце ноября. По мнению ученых, многие из новых мутаций указывают на высокую скорость передачи данного штамма и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. По последним данным, «Омикрон» выявлен в 57 странах. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что 99,8% всех зарегистрированных за последние два месяца случаев заражения ковидом приходится на вариант «Дельта». В то же время вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков заявляет, что «Омикрон» может стать живой вакциной. По его словам, есть оптимистичное мнение о том, что сейчас ковид ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, возможно, природа создала живую вакцину против коронавируса. Тогда люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам. Также, по мнению вирусолога, из-за нового штамма, вероятно, больше не будет необходимости вводить локдауны. Это мнение поддерживает и глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он сообщил, что в России не будут вводить дополнительные ограничительные меры, в том числе закрывать границу из-за нового штамма «Омикрон». Дмитрий Хубезов также указал на необходимость ускорить темпы вакцинации. Каждую неделю статистика обманутых рязанцев пополняется новыми жертвами. Мошенники сегодня все изворотливые и хитрее. Очередной эпизод далее. Меня позвонили по телефону. Мы задержали вашего товарища. Взяли у него документы, он выпивший, и разговаривал, мол, по телефону в машине. Такой звонок поступил Надежде Кузнецовой еще в середине ноября, меньше месяца назад. Мужчина на том конце провода сказал, что задержал пьяного зятя Надежды. Ему даже трубку дали, мол, поговори с родственницей. И тот сказал, что в сложившейся ситуации помогут только деньги. Бабуль, ты не расстраиваешься, но мне срочно надо 50 тысяч. Ну, 50 тысяч я вроде бы как собирала на похороны себе. Думаю, ну ладно, 50 тысяч, куда бы они не шли. Говорю, ладно, ладно. Сейчас, значит, они забирают у него трубку, и я, значит, уже говорю, а кто вы есть-то спрашиваю. И он говорит, ну как, пост на ГАИ. За деньгами должен был явиться курьер. Притом, не просто прийти, а сказать пароль. Я от Сергея Борисовича. Прибыл на удивление быстро. Пароль произнес, деньги получил и был таков. О Надежде снова позвонили. Якобы инспектор сказал, что к нему приехало начальство и сотрудники из других ведомств. Поэтому денег нужно больше. Надо еще 100 тысяч. Я говорю, у меня таких денег нет. Бабуль, ну, как ты, куда там не шло, но 50 тысяч надо. Я говорю, ну, у тебя же взять. Ну, говорю, пойду заниматься. Что же делать, денег нет. Бабуля, мы ждем. Мы ждем, иначе сейчас нас тут вообще не знаю, чего там с ними делают. За второй половиной суммы пришли также по паролю. Забрали деньги и больше не звонили. Тогда Надежда позвонила сама. Сначала сыну, а тот уже зятю. Мужчина прибежал к бабушке в считанные минуты. Опасения подтвердились. Никакого задержания не было. Звонили мошенники. Но и на таких сегодня есть управа. Полиция сказала, что мы сейчас все силы бросим на поиски. Потому что, говорят, вы не одна. А очень много, значит, пожилых людей. Вот так вот на это. Обманывают, значит, и берут эти деньги. Очень, говорят, много. Стражи порядка не обманули. Курьера, который забирал деньги у Надежды, нашли меньше, чем за месяц. Вот он, парню 20 лет. Он в 4 раза младше пострадавший. Для него забирать деньги у пенсионеров было обычной работой. Данную работу я нашел на Авито. Она обозначалась курьера. Я написал, получается, на нее. И мне сразу откликнулись. Я согласился с работой. Мне сказали, что надо собирать будут всякие бумаги. Или посылки. Получается, до определенного числа я собирал денежные средства. Пока я не понял, то, что я делаю неправильно. Получается, я занимаюсь мошенническим действием, собираю деньги у пенсионеров. Свою вину я полностью признаю, раскаиваюсь и обещаю больше так не делать. От рук раскаившегося курьера пострадало две пожилые рязанки. Суммарно они отдали порядка 400 тысяч рублей. Если на ваш телефонный номер поступил звонок с сообщением о том, что ваш родственник попал в беду, необходимо прекратить данный разговор, позвонить вашему родственнику или его коллегам по работе, или друзьям и убедиться, что с ним все в порядке. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников. Но курьер – это лишь звено огромной цепи. Деньги он отправлял по номеру карты на Украину. Теперь за соучастие в мошенничестве молодому парню грозит до пяти лет. Распутать весь клубок – задача непростая. Но в Рязани уголовные дела, которые заканчивались поимкой преступников, уже есть. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Известный советский искусствовед Урманов о творчестве рязанского художника Петра Будкина писал, что все его работы сотворены с таким восторгом, как будто увидено человеком после длительного заточения или болезни, или как будто художник первым увидел мир после шести дней божьего творения. Большинство картин кисти Будкина сегодня в частных коллекциях, но часть его работы можно увидеть и в Рязани. Выставка к столетию мастера открылась сегодня в художественном музее. Первое, что обращает на себя внимание в зале – максимум цвета. Он колорист, он цветовик. Это редко. Это то же самое, что в музыке мелодист. Человек, который способен родить мелодию, запоминающуюся какую-то красивую, с которой будет жить с людьми. Если он берет цвет, то он его берет по-настоящему. Это уже выражение такое профессиональное. В общем, взять цвет, создать колорит. Вот он красный, так это красный. Если зеленый, то это зеленый. И он держит. После него, пожалуй, таких мощных цветовиков у нас в живописи, наверное, не было таких. Блестящий живописец Петр Будкин работал не для наград, званий или участия в престижных выставках, а ради живописи как таковой. Петр Ильич просто самозабленно любил живопись. Он отдавал себя целиком и не представлял, наверное, себе жизни без красок. Его отношение к миру было гедонистическим. Он принадлежал тому поколению, которое прошло через очень суровые испытания. Это и война, это и голод, и разруха. Он сам чудом выжил в послеблокладном Ленинграде, когда учился в институте имени Репина. И поэтому он умел радоваться самым простым вещам. Произведения художника лишены литературного подтекста, философской многозначительности, идеологической запрограммированности. Предметные композиции его натюрмортов предельно просты. В них находит отражение незатейливый быт 60-70-х годов и в то же время присущие людям той эпохи радость бытия. Столь же эмоциональные, выполненные на одном дыхании, этюды, пейзажи, виды окрестностей Рязани, Константинова, Алтая. А вот портретов в наследии Будкина осталось немного. Между тем, каждый из них отличается глубиной и выдает в авторе прекрасного рисовальщика. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. На этом у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова